Доброе утро, милая! Доброе. Я Эдик. Наверное, ребята в управлении волнуются. О, 12 часов. Мороженое и шоколадку. Дайте нам, пожалуйста, мороженое и шоколадку. К сожалению, у нас этого нет. Тогда жвачку. Тогда дайте нам жвачку. Жвачки у нас тоже нет. Жвачки у них тоже нет. Популярность пришла к нему после того, как он появился в проекте под названием «Шесть кадров». Родился Эдуард в семействе Военного в Петрозаводске. Когда ребенку было 5 лет, умерла его мама, которая была лыжницей. Она умерла от рака. Мы с отцом пришли к маме в больницу, и я попросил ее вернуться домой. Очень по ней скучал. А через два дня, 13 июля, ее не стало. Столько лет прошло, но и сейчас это для меня огромнейшая потеря. Несмотря на то, что я взрослый человек и большую часть жизни прожил без матери, с каждым годом мне все больше и больше ее не хватает. Для меня само понятие «мать» – это нечто святое. Я даже с одним из своих друзей прекратил общаться, увидев, как он отвратительно относится к своей маме. «Не понять, не принять я такого не могу», – откровенничал актер. Папа находился в командировках, именно поэтому мальчик начал жить вместе с бабушкой и дедушкой. Маленький Эдуард невыносимо скучал по отцу, и каждый его приезд был для него как праздник. В раннем возрасте Эдику сделали операцию, которая оказалась очень сложной. Именно поэтому ему сразу же запретили заниматься физкультурой. Вот только мальчику это сложно было понять, так как он не умел сидеть долго на одном месте. Он даже хотел пойти по стопам отца. Вот только из-за болезни ему поставили штамп, невоенно обязанный. Стать актером ему захотелось в детстве. Именно поэтому в школе он постоянно участвовал в постановках, где у него была возможность продемонстрировать всем свои способности. Когда школа была окончена, то он понял, что нужно выбрать работу, которая сможет приносить стабильный доход. Он не хотел сидеть на шее у бабушки с дедушкой, поэтому принял решение стать студентом Миреа. На вечернем отделении устроился при этом работать на завод. Через 4 года ему удалось осознать, что жить без творчества он не может. Поэтому поступил в театральное училище и понял, что теперь находится на своем месте. Правда, бабушка с дедушкой не одобрили выбор внука, но и препятствовать не стали. В 1991 году Эдуард потерял любимых бабушку и дедушку, которые заменили ему родителей. Когда их не стало, он остался один. Этот период был самым сложным временем в жизни мужчины. От отчаяния актер начал выпивать, но его вовремя спас его руководитель, который загрузил его работой. После окончания высшего учебного заведения Эдуарду удалось основать вместе со своими товарищами театр «Ученая-обезьяна». Далее состоялись премьеры таких проектов, как «Лихая парочка» и «Баллада для Байрона». В этих картинах Эдуард впервые сыграл в кино. В начале своего творческого пути ему доставались лишь маленькие роли. Вскоре Радзюкевич получил предложение от канала «ТНТ». Он стал ведущим передачи. Также он появился в комедийном проекте с точки зрения «Ангела». Участвовал в сериале «Марш турецкого» и в театральном романе. Далее мужчина начал свою работу в проекте «Дорогая передача», которая впоследствии будет переименована в «Шесть кадров». Вместе с другими талантливыми актерами он создал шикарную команду, которая начала радовать поклонников прекрасными шутками. Среди комедийных проектов, где участвовал мужчина, хотелось бы отметить – все включено, папины дочки, сваты, а также кто в доме хозяин и аферисты. Если смотреть на Эдуарда на экране, то можно сделать вывод, что он является веселым, задорным человеком. Но на самом деле он весьма серьезный мужчина. Который справляется с мужскими обязанностями на все 100%. В городе он предпочитает ездить на метро, несмотря на тот факт, что он является популярным артистом. Первой супругой мужчины стала Елена Ланская, с которой он учился на одном курсе. Поженились они еще в студенчестве. Только вот отношения продолжались недолго. Через год было решено развестись. Пара осознала, что не готова к рутине семейных реалий и подала заявление на развод. Детей от первого брака у мужчины нет. Второй супругой режиссера стала и его студентка Елена Юровских. С девушкой Эдуард познакомился в ГИТИСе, где занимался преподавательской деятельностью. И занимала разница в возрасте супруга младше мужа на 17 лет. Радзюкевич долгое время не решался проявить свою симпатию. По словам сценариста, ему потребовалось два года, чтобы сделать навстречу девушке первый шаг. В день, когда он вызвался проводить студентку до дома, состоялся их первый разговор по душам. После этого артист окончательно убедился в прочности своего чувства. Летом 2003 года пара узаконила отношения. Зимой Елена родила Эдуарду сына, которого назвали Георгием. Как и многие преподаватели юмористических жанров, Радзюкевич – веселый балагур только на экране. Будучи заботливым отцом и любящим мужем, в дни свободный от съемок мужчина берет на себя все обязанности по дому, предоставляя супруге возможность развеяться и отдохнуть. Эдуард – мастер на все руки. При необходимости с легкостью прочистит засорившийся водосток и починит сломавшуюся бытовую технику. В 2017 году появление звезды скетч-шоу «Шесть кадров» на одной из презентаций вызвало среди фанатов волну негодования. Актер ростом 183 см и весом 84 кг сильно потолстел. Поклонники испугались, что столь резкая прибавка веси вызвана проблемами со здоровьем. Сценарист опроверг слухи о болезни, пояснив – поправился из-за того, что бросил курить. На просторах интернета можно найти огромное количество чудовищных новостей об актере. Кто-то писал о том, что он стал алкоголиком, кто-то говорил, что серьезно болен. Некоторые проблемы со здоровьем у него действительно имелись. Из-за работы он столкнулся с ишемическим кризом. Когда он находился в больнице, ему удалось побороть привычку. Он бросил курить. Хоть он после этого стал стремительным образом поправляться весе и поправился на 30 кг, сам мужчина не считает это огромной проблемой. Он чувствует себя комфортно и не планирует худеть. Актер признался, что на протяжении 30 лет страдал от вредной привычки курить и никак не мог избавиться от нее. Сейчас Эдуарду Радзюкевичу 58 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова